Компания «Газпромнефть» 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 Планы снабжены, то есть это не просто планы мероприятий, они снабжены отдельными специальными показателями эффективности, которые позволяют оценить, насколько мы эффективно мы достигаем и не достигаем целей по импортному совмещению, как уверенно и успешно мы движемся. Для повышения эффективности внедрения российских решений мы разработали специализированный подход, который позволит нам быстрее доставлять российские продукты до конечных заказчиков, быстрее на них переходить. Конечно, здесь подход заключается с одной стороны достаточно стандартным, мы осуществляем тестирование апробации, коллеги итеративно производят поиск новых IT-решений, подбирают их. А далее, вот здесь на слайде можно увидеть второй круг флагманское направление, если коллеги видят успешное, ну то есть решение проходит, успешное тестирование, успешную апробацию, это сразу же передается нашим коллегам, возглавляющим флагманское направление, для того, чтобы они использовали практики продуктового подхода, итеративного. И, работая через цикл MVP, как можно быстрее итеративно доставляли готовые российские решения, пилотировали их и предлагали их в виде готового продукта нашим заказчикам, конечным потребителям. Одним из, ну, критерии эффективности, они во многом совпадают с теми критериями, которые установлены для эффективности переходов российских ПО в планах, это доли по использованию российского программного обеспечения, а также размер инвестиций, произведенных компанией именно в российское решение. Но мы также стараемся придерживаться сбалансированного подхода, смотрим на то, как покрыта наша резервная система IT-контура, насколько там представлены импортно-независимые решения, а также смотрим применение российских решений на санкционных и критических объектах. Ну, и одним из примеров такого флагманско-эффективного проекта, наверное, является проект импортно-независимый ЦОТ, это импортно-независимый центр обработки данных. Мои коллеги протестировали порядка 150, наверное, российских IT-решений, и примерно 40-50, наверное, вошли в санкционно-независимый стэк, который позволили нам говорить о создании ЦОТ на российских и санкционно-независимых решениях. Сегодня этот акцион уже функционирует в формате MBP на городе Екатеринбург, а к 2024 году компания ставит цель создания полностью российского центра обработки данных для сервисов любого уровня критичности. Другими примерами флагманских проектов являются проекты или направления, флагманские направления по объединенным коммуникациям, здесь у нас система ВКС, также направления по клиентской операционной системе для ARM автоматизированных рабочих мест и направления по прикладному ПО, включающему офисное ПО. Данное направление находится на разных стадиях, но все они как минимум прошли стадию MBP, а направление клиентской операционной системы уже операционизируется, то есть мы фактически приступили к тиражу операционных систем из стека для автоматизированных клиентских рабочих мест. Помимо этого, помимо флагманских направлений, программа поддерживает стандартные проекты по переходу на российские решения, ну, наверное, здесь такие основные проекты, которые можно назвать, это цифровой документ оборот на базе платформы Тесса, программа, платформа Крафтрекер, разработка компании Газпромнеев, которая включает в себя и другие платформы российских производителей, это Bittrex и BI-движок для создания отчетности, а также, ну, я лично и все мои коллеги успешно достаточно давно, уже больше года, пользуемся корпоративным мессенджером Dialog, который функционирует в ДМЗ, демилитризованном зоне, в периметре группы компаний. Ну, и что касается достаточно специфической вещи, это отраслевое ПО, так называемое, или специализированное ПО, здесь, наверное, стоит упомянуть то, что достаточно давно мы столкнулись с теплоральными санкциями и начали двигаться в направлении разработки собственного ПО для покрытия специализированных функций, характерных для нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний. Но помимо собственных разработок мы тесно сотрудничаем и с российскими поставщиками оправдываем их решения и используем их уже на практике. Здесь приведены некоторые примеры, ну, могу сказать, что есть еще направление, по которому стоит достигать совершенства, не все замечено, но я думаю, что в ближайшем будущем, в том числе и при помощи индустриальных центров компетенции, мы успешно справимся с этой задачей. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok